В Гомеле парень на скейте зацепился за троллейбус и прокатился по проезжей части. В больнице в Житковичах умерла девочка, которая родилась всего месяц назад. А еще в Беларуси через две недели появится собственный YouTube. Сегодня 30 августа, пятница. В студии сильных новостей Алексей Шкуров. Вы смотрите вечерний выпуск. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Хайпа захотелось или просто надоело жить. В Гомеле парень на скейте зацепился за троллейбус и прокатился по проезжей части. Видео сильными новостями поделился подписчик. По его словам, инцидент произошел сегодня в районе 10.20 на остановке ЗИП. Когда троллейбус тронулся, то подросток с трудом удерживал равновесие. Ехал вместе с троллейбусом, сообщил гомельчанин. Водитель, по словам нашего подписчика, вначале даже ничего не увидел. Но о подростке ему сообщили пассажиры. Он остановил троллейбус и прогнал молодого человека. Что-то подсказывает, что зацепером точно заинтересуется милиция. В больнице в Житковичах умерла девочка, которая родилась всего месяц назад. Родственники малышки просят у Следственного комитета разобраться в ситуации. Мать, которая потеряла собственную дочь, зовут Саманта. Утром 26 августа она повезла дочь в местную поликлинику на плановый осмотр к педиатру. Вот только показать ребенка врачу не получилось, поскольку все они были в отпуске, пишет онлайнер. Поэтому мать и дочь вернулись домой, а примерно в обед у малышки поднялась температура. Градусник показал 38 градусов. Саманта вызвала скорую, потому что вообще не знала, как быть с настолько маленькой дочкой. Фельдшер, который приехал на вызов, провел осмотр, сделал укол и посоветовал ехать в больницу. В приемный покой Житковичской больницы девочка поступила примерно в 16.00. У малышки взяли анализ крови. Врач послушал девочку, назначил лечение. А ближе к вечеру малышка стала плакать и вести себя беспокойно. Саманта заметила, что на лице у нее появились какие-то прыщики и обратилась к медсестре. Девочке стало еще хуже и ей снова дали лекарство, которое не помогло. В больницу приехал педиатр, собрался консилиум. По словам Саманты, врачи сказали, что у малышки какая-то болезнь. Дочь забрали в реанимацию, а утром сообщили, что она умерла. Во врачебном свидетельстве о смерти сказано, что девочка скончалась от вирусной инфекции. К новостям страны. В Беларуси через две недели появится собственный Ютуб. Видеохостинг VideoBel заработает 12 сентября. Замглавы администрации президента Владимир Перцов назвал это слабым аналогом, но таким первым шагом на пути к созданию белорусского Ютуба. Актуальность платформы он объясняет тем, что белорусский зритель хочет смотреть видео по запросу через персональный компьютер или мобильный телефон там, где ему удобно и в то время, когда ему удобно. На главной странице видеохостинга планируют разместить ленту главных новостей Белта. А помимо пользовательского видео появится возможность смотреть основные белорусские телеканалы в режиме реального времени. Жесть в Минске. Мужчина убил тестя и 13 лет получал его пенсию. Подробности жуткого преступления рассказали в Следственном комитете. Еще два года назад в поле зрения правоохранителей попал 54-летний минчанин, который на протяжении нескольких лет получал пенсию по паспорту тестя. При этом, чтобы получить деньги, он подыскивал фото пожилых людей, клеил их фото в документы, тем самым обманывая сотрудников почты. Наивно пенсионерам он рассказывал, что не может помочь тяжелобольному родственнику из-за тяжелых жизненных обстоятельств. Следователи вначале возбудили уголовное дело о мошенничестве, но дальше вскрылась страшная правда. Оказалось, что в последний раз погибший выходил на связь с родственниками еще в 2009. Такое холодное отношение можно объяснить его поведением. Мужчина много пил, ругался со своей женой и дочерью, поэтому его никто и не искал столько лет. Впоследствии минчанин признался, что у него с тестем произошел конфликт. Далее последовал удар кухонным топориком по голове, от которого погибший скончался. Его тело родственник расчленил ванной, а после упаковал в пакеты и закопал в лесополосе недалеко от дома. Теперь минчанина будут судить за убийство заведомо престарелого лица. А в Гомеле голубь не захотел уступать дорогу автокрану и стал популярным в соцсетях. В тикток завирусилось видео забавного инцидента, который произошел в Гомеле. Автокран ехал по своим делам, но прямо у него на пути сидел голубь, который никак не хотел уступать дорогу. Водителю ничего не оставалось делать, как выйти из машины и убрать птицу с дороги. Мне нравится невозмутимость с обеих сторон, прокомментировала одна из пользовательниц. Впрочем, история может оказаться и не такой милой, поскольку птица уж слишком легко далась в руки человеку. Вполне вероятно, что с ней было что-то не так. Ну и о погоде в Гомеле на выходные. Если кратко, то будет жарко. Так в субботу днем будет до плюс 31. В воскресенье также. Будет облачно, дождей не ожидается. Отличных всем выходных! На этом у меня все. Подписывайтесь на сильные новости в социальных сетях, ставьте лайки, присылайте нам, свои истории мы о них расскажем. Над выпуском работал Алексей Шкуров. До встречи на сильных новостях и хороших всем выходных!